Начну выпуск тревожной новости. Очередная поломка самолета в воздухе. Во вторник лайнер авиакомпании Уральские авиалинии, совершавший рейс по маршруту Екатеринбург-Сочи, запросил аварийную посадку. Сразу же после взлета у самолета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Долгое время он нарезал круги над городом, выжигая топливо. К счастью, все обошлось, борт благополучно приземлился. Очень скоро стало известно, что эта машина уже ломалась и не далее, чем неделю назад. В прошлый раз воздушное судно летело в Москву из Архангельска. Практически даже поломка. Тоже пришлось экстренно возвращаться в аэропорт вылета. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава богу. Нет, конечно, я эту историю сейчас озвучил отнюдь не для того, чтобы позлорадствовать. Не стеба ради. В данном случае хочется сказать другое. Вот раздражают уже эти тупорылые ватные животные, которые верещат на каждом углу. Санкции нам только на пользу. Вот это польза от санкций. Вот этому вы радуетесь, безмозглые чучела. Я, разумеется, понимаю, что подавляющее большинство Z-инфузорий никуда не летают. Самая длинная дистанция, на которую они перемещаются, это забег до сельмага за бутылкой сивухи. Им действительно чихать. Полетят те самолеты или не полетят. Путин президент мира! Ура! Сколько можно, ёп! Но есть ведь и другие люди, и они теперь всерьез обеспокоены безопасностью своего передвижения по воздуху. Впрочем, и это тоже не совсем то, о чем хотел сказать. Я предлагаю немножко дальше заглянуть. Сейчас остановимся новым подробнее. Погнали! Ну а дальше, во-первых, это уже и так антиреклама для уральских. Стопудово желающих летать данные авиакомпании после нынешнего ЧП значительно поубавятся. А во-вторых, да я больше чем уверен, в ближайшее время на горизонте замаячат рыло чиновников от Росавиации, которые в конечном итоге, ну надо же найти крайнего, так вот они в конечном итоге те уральские авиалинии тупо приземлят. В смысле, отзовут разрешение на полеты. Виновата ли в этом авиакомпания? Давайте порассуждаем. А в чем она виновата? В том, что когда-то закупили Airbus в количестве 52 штук. Ага! А после начала известных событий попали под санкции и остались без запчастей, без гарантийного обслуживания. В чем их вина-то? Но теперь, повторюсь, их могут приземлить. Одна из крупнейших компаний в стране, то ли четвертая, то ли пятая, могу ошибиться, рискует остаться у разбитого корыта. Тысячи людей, которые там работают, могут оказаться выброшенными на улицу. Плюс сотрудники международного аэропорта Кольцова, он является базовым для уральских. Это еще несколько сотен потенциальных безработных. Плюс какие-нибудь почтовые службы, службы доставки, турфирмы и турагентства, таксисты, наконец, ательеры, бла-бла-бла, да там куча смежников. Они ведь тоже в группе риска. Эти люди точно так же могут потерять работу. Вот наблюдая это, я понимаю, почему наша экономика в такой заднице. Потому что у нас какое-то просто огромное количество людей, которые совершенно не понимают, что в экономике все взаимосвязано. Когда с российского рынка уходит какая-то компания, то куча людей становится безработными. Люди теряют доход. Теряя доход, люди, например, не смогут в том числе покупать вашу продукцию, если ваше производство, предположим, не остановилось. Эти люди выходят как безработные на рынок. Соответственно, конкуренция за рабочие места возрастает. Когда возрастает конкуренция за рабочие места, то средний доход у всех падает. Потому что потому. Но ватный дурак, он ведь упорно этого не хочет понимать. Он нажрался там вот этих вот фекалий из телевизора, залил шары и счастлив. К сожалению, таких в нашей стране очень-очень много. И как это лечится, все еще непонятно. А это реальная журналистика. Мы строили, строили и, наконец, приплыли. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Поговорим о комфорте. Разумеется, это понятие для каждого свое. Но есть базовые вещи, такие как уютный дом, вкусная еда, свобода перемещения, свобода принятия решений. Но что делать, если какие-то пункты из этого списка, ты просто не можешь себе позволить из-за низких доходов, например, или привязанности к насиженному стулу правильно. Нужно что-то менять и, скорее всего, нужно сменить этот стул и работу с низким доходом. Если эти мысли откликаются и вам, то рекомендую задуматься и посмотреть в сторону IT, где логичной точкой входа сейчас является получение базы. Плюс обучение языку программирования с последующей стажировкой. Самым простым для изучения является Python. Освоить этот язык я рекомендую в онлайн-школе Skill Factory. Они специализируются на подготовке IT-кадров и разработали интенсивный курс Python-разработчика. Всего за три месяца активной учебы, да, ее будет много, вы сможете стать джуниор-разработчиком с железными IT-навыками три месяца. Это быстро или медленно? Для получения новой профессии и новой зарплаты, конечно, быстро, но для обучения на интенсиве, и вы должны это понимать, понадобится время. Учеба будет каждый день, средняя зарплата у специалистов 140 тысяч рублей, постоянно растет. Python интенсив — это минимум теории и максимум практики по окончании курса. Вы закончите несколько проектов, результаты которых покажете потенциальным работодателям с помощью карьерного центра Skill Factory. Почитайте реальные отзывы о Skill Factory на независимых площадках, рейтинги у них стабильно высокие, а выпускники довольны и востребованы на рынке труда. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на интенсивный курс Python-разработчика и не забудьте ввести промокод журналистика, чтобы получить скидку в 45%. Быстро не значит скоро, быстро значит вовремя. Ладно, давайте поближе к теме виртуального процветания великой, но, к сожалению, не существующей России. Газпром тоже в ТикТок войны врубился, вот уж от кого не ожидал, думал, может хоть и эти чем-то полезным займутся. Нет, эти тоже бросились снимать какую-то хереную клюкву и выкладывать на всеобщее обозрение. Вот такой ролик на медне появился в сети «Мама, ради меня обратно» мультика о ледниковом периоде в Европе, который может наступить, если ребятишки решат таки перекрыть газовый вентиль. Ну, до чего я разглагольствую. Смотрите. На кого это рассчитано? Ах, ну да, как обычно, на самую безмозглую часть населения, на которую режим стабильности опирается уже 20 с лишним лет, на тех самых шутов гороховых, которые вечно визжат. Они без нашего газа загнутся, на коленях приползут. Хотите, я этот миф развенчаю за пару минут? Тогда погнали! Для начала хочу познакомить вас с этой вот новостью, о которой, к слову, сообщили сами пропагандисты еще в начале лета. Давайте процитирую. «Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов». Внимание, вопрос. Как думаете, а с какой такой радости дружище Синь бросился скупать наши углеводороды пачками? Можете не напрягать голову сами пропагандисты на меднее. Дали, наконец, ответ на этот типа каверзный вопрос. Да ребята, тупо денег заработать решили на перепродаже этого нашего газа европейцам. В позапрошлом выпуске начинали обоном говорить. Кстати, у них там вообще все шоколадно. Значит, рассказываю, как Путин всех переиграл. Китайцы покупают у нас топливо примерно по 300 долларов за тысячу кубометров. Вот такой дисконт они выпросили. А продают на Запад уже по рыночной цене. Сегодня это около трех тыр с зеленью. То есть маржу ребятишки имеют примерно в тысячу процентов эти деньги могли бы получать мы. Но дяденьки из высоких кабинетов в Кремле решили, что помахать перед Евросоюзом фипиской и покричать о том, какая она у нас большая в данной ситуации важнее. Посему мы уже несколько месяцев к ряду кормим восточного брата. Ну а нам с вами пропагандисты, как обычно, просто какают в уши. Европа на пороге сложной зимы. Газовые хранилища стран-потребители полупустые. Этого топлива на то, чтобы обеспечить свет и тепло, не хватит. Какие ваши доказательства? Вот только, ребята, вы уже сами поняли, да? Вся эта чушь не соответствует действительности. Газ в ЕС поступает только теперь через Китай. Зарабатывают на нем они, а мы ноги совсем в сторонке. Вот это поворот! Но не это самое страшное. Смотрите, какую глупость совершил Путин на самом деле. А он, по сути, дал китайцам фору для создания своих собственных логистических цепочек по поставкам углеводородов в Европу. Раньше просто в этом не было смысла, поскольку наши деды всех опередили и пробросили на запад трубу под названием «Дружба». Никто бы не выдержал конкуренции. Сегодня мы сами сделали китайцам подарок в виде возможности прокладки альтернативной трубы. Купить-продать проблем нет. Вся проблема в транспортировке, да. Через год-два-три санкции с Россией, конечно, снимут. Вот только к тому моменту мы уже никому не нужны будем со своими нефтью и газом. Соседи еще раз проложат, потому что свой нефть и газопровод и до свидания. Дядя Петя, ты дурак? Хорошо, давайте совсем на пальцах. Для совсем одаренных представь, стоит у тебя во дворе магазин «пятерочка» и вдруг владелец магазина начинает шантажировать жильцов вашего дома, будто собирается свой магазин закрыть вследствие чего вы типа все останетесь без продуктов питания, останетесь. Да нет, конечно, потому что 100 метров в сторону стоит другой продуктовый магазин, там условный магнит. Еще 100 метров перекресток и еще 100 верный. Без продуктов вы в любом случае не останетесь просто идти, за ними придется чуть дальше. Да и то это долго не будет продолжаться, потому что свято ж место пусто не бывает. Ну, закроют они свою «пятерочку», ну, постоит это здание пустым, там, месяц, два, три, полгода, а затем там откроется какой-нибудь «Дикси», все, финита ля комедия. Кому владелец «пятерочки» сделал хуже, в данном случае, да только себе. Вот и с поставками газа то же самое, это рынок. А на рынке предложение определяет спрос не Владимир Путин, не «Единая Россия», не «Миллер» с «Газпромом». Мы были первыми и единственными, но сегодня мы делаем все для того, чтобы разрушить и это в пользу чужой страны. Ну, не бред. Все, переваривайте, это была реальная журналистика, уже вылезли за хронометраж. Подписывайтесь на канал, в соцсетях жду, в друзья добавляйте темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!